Здравствуйте! В эфире новости премьюсии. С вами Гордеенко Ирина. В администрации Матвеева Курганского района прошло очередное планировное совещание. Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Кириллович Пужаев отметил день рождения. Ему исполнился 101 год. 25 сентября глава администрации Матвеева Курганского района Дина Алборова провела планерное совещание. Повестка дня планерного совещания включала в себя вопросы профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекции, подготовки к отопительному сезону на территории Матвеева Курганского района, проведение осеннеполевых работ в 2023 году и другие вопросы. В Матвеево Курганском районе продолжается прививочная кампания против гриппа. В этом году планируется привить 5 130 детей и 17 700 взрослых. Желающие сделать прививку могут записаться через портал госуслуг по телефону 3 11 93 в ЦРБ или обратиться в регистратуру поликлиники. Также запись возможна у фельдшеров в ФАПах и участковых амбулаториях. В рамках подготовки к отопительному сезону на территории района на всех 102 объектах социальной инфраструктуры проведены гидравлические испытания системы отопления. Ремонтные работы на объектах, не выдержавших гидравлические испытания, завершены. Выданы свидетельства о готовности к отопительному сезону. Для ликвидации аварийных ситуаций на предприятиях ЖКХ имеются аварийно-восстановительные бригады. До 29 сентября будет проведена выездная проверка готовности Матвеево-Курганского района и сельских поселений к отопительному периоду 2023-2024 года. В Матвеево-Курганском районе продолжаются осенние полевые работы. Аграрии ведут уборку поздних зерновых и ранних технических культур. Одновременно проводится сев озимых под урожай 2024 года. Пока засеяно 9 300 гектаров. Осенний сев ведется с одновременным внесением минеральных удобрений. По данным отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации района, уборка подсолнечника проведена на площади 2349 гектаров. Из планируемых 36 231 гектаров. Средняя урожайность масла семян составляет 28,5 центнеров с гектара. Животноводческая отрасль готовится к зимовке. Заготовлено 47 тысяч тонн силоса. О проведении всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни» в Матвеево-Курганском районе рассказала начальника дела по делам молодежи, казачества и связи с общественными организациями администрации Матвеево-Курганского района Светлана Гречко. Добрый день, уважаемые жители Матвеево-Курганского района. 1 октября проводится всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная к Дню сердца. Организована эта акция общественной организации «Лига здоровья нации». И целью является приобщение населения к ведению здорового образа жизни, к увеличению физической активности населения, к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и к научению населения простым методам оздоровления своего организма. Уже стала добрая традиция в нашем районе проводить пешеходные марафоны в поддержку всероссийской акции. В этом году мы будем организовывать пешеходный марафон уже в четвертый раз. Организован будет он районной администрацией при поддержке учреждения здравоохранения, отдела культуры, отдела образования, наших ребят-волонтеров и кадетов казачьей детско-молодежной организации Донцы. Возраст участников абсолютно разный, начиная от младшего школьного до людей старшего возраста. Каждый раз мы стараемся разнообразить наши маршруты и включить в них какую-то историческую составляющую, чтобы совместить физическую нагрузку с экскурсионной. Поэтому приглашаем, если кому-то это интересная информация, кто любит здоровый образ жизни, кто хотел бы начать воскресное утро с физической нагрузки прекрасного настроения, приглашаем всех принять участие в пешеходном марафоне 1 октября. Сбор в 9.30 на площади поселка Матвеев-Курган возле районного дома культуры. Перед началом марафона вы можете получить консультацию медицинского сотрудника о правильном питании, измерить артериальное давление, сделать зарядку с тренером-преподавателем спортивной школы. Ну и, конечно же, насладиться прекрасной осенней погодой, прекрасной компанией и узнать что-то новое о своем родном поселке. Ждем всех желающих. Свои вопросы отставляйте под этим видео. Спасибо всем за внимание. 22 сентября. Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Кириллович Пужаев отметил день рождения. Ему исполнился 101 год. Здравствуйте. С днем рождения по поручению главы губернатора Ростовского власти Василия Юрьевича Голубева. Таких, как вы, у людей у нас немного, а вы являетесь действительно гордостью нашего района. Поэтому здоровья вам долгих лет еще и действительно вы пример для подражания многим поколениям. С днем рождения вас. Спасибо большое за мирное небо над головой. Здоровья вам крепкого. Григорий Кириллович, еще у нас хотели бы как раз таки подарить вам книгу, которую мы выпустили к столетию района. А вам 101 будет больше, чем району даже. Это просто удивительно. Вот здесь хотели бы вам показать отдельно как раз таки именно о вас написано. Будет время потом почитаете. Ваша биография. Почетные граждане нашего Матвеева Курганского района. Поэтому эту книгу мы дарим вам. Вы читать любите, поэтому пополню вашу большую библиотеку. Григорий Кириллович, я вас хочу искренне поздравить с днем рождения от нашего местного отделения партии «Единая Россия». Хочу пожелать вам крепчайшего здоровья, чтобы теплота и забота окружающих всегда были рядом с вами. Спасибо вам за то, что вы у нас вообще есть. Что нам есть к кому приходить, есть с кем разговаривать, что вы наш такой долгожитель-ветерар, с нами находитесь долгое время. Долгих лет вам еще жизни. А мы всегда будем вас навещать. Григорий Кириллович, с днем рождения, крепкого здоровья. И вот здесь мы вам приготовили. Я всегда видела, что вы любите кепочки. Вот такую кепку «Единая Россия» наденете на нашу встречу в следующий раз. Ну и там еще подарочки. Хорошо? С днем рождения. Большое спасибо вам. за то, что пришли в этот день, день моего рождения, поздравить меня с этой датой. Я благодарю присутствующих здесь. Благодарю всех за внимание. В эфире были новости «Премиуси». А с вами была Горденко Ирина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...